Друзья, всем привет! Мы продолжаем наши приключения с щенками Виты. Многое у нас в этот раз не как всегда. И особенность в том, что с кормлением щенков. То, что Яна их кормила сначала шприцом смесь вводила, потом катетером. И сейчас у нас опять новые приключения. Вот мы закупили вот такую кучу роял-канина специального. Это Яна что, паштет или... А, мусс-паштет, вижу, да. Вот, и соответственно мы будем им пробовать уже вводить прикорм. Попробуем. Вот Яна приготовила, смотрите, такой стаканчик, да? У нас здесь с молоком разведено. Примерно 50 на 50. И сейчас мы первый раз попробуем щенкам это ввести, правильно? Тоже катетером или ложечкой? Нет, почему? Они уже сами есть должны. У меня мисочки такой маленькой нет, поэтому я везла такую крышечку. Ну, давай попробуем. Пробуем, сейчас положу. По идее, они должны начать пытаться это слизывать. То есть, как бы мы вот сейчас размножим. Ну, учитывая, что они вчера только глаза открыли. Не, ну, вообще с двух недель у них появляется рефлекс слизания уже. Ну, тут сейчас как раз две недели. Вот, сейчас попробуем первого возьмем. Кто там не спит у нас, пищит? Кто там у нас бегает уже еду ищет? Давай, иди. Раз ты бегаешь, еду ищешь, попробуем тебя первого. Давай аккуратненько. Смотри, нюхай, что здесь такое. Смотри, как вкусно пахнет. Лапками-то куда. Нет, давай попробуем луздаку. Нет. Нет. А дадим, что я разленились, уже привыкли получать безусилие еду. О, ребята, вы слышите? Чавк-чавк. Да, вижу. Язычком слизывает аккуратненько. А-а-а, чудо природы. Маленькая личинка сама начала есть. Охренеть. Обалдеть. Я улыбаюсь. Янка тоже, наверное, улыбается. Ян, посмотри на нас довольными глазами. Я должна пристально следить, чтобы он не захлебнулся. Ну, а лучше, чем может быть. Ну, блин, дай бог, чтобы они начали есть. Во-первых, они сильнее и здоровее будут, и тебе меньше забот. Ну, как, вот два раза в день сейчас, пока надо паштет давать. Остальные разы, пока молоко. Блин, так забавно, что-то. Щенок первый раз в жизни ест. Сам. Давай. Давай, эти под. Вот, вот, вот. Скорее, все остальные ян также будут, или может оказываться, что не все такие? Посмотрим. Девчуха? Нет. Габелех, ты нам к тебе прилипла. Ты там не видишь, наверное, так смешно это выглядит. Да, с этой стороны тоже видно. Он сейчас доест, но и дремурночка. Блин. Ё-моё, ну и щенки. Сами ничего не могли, но наконец-то хоть что-то стали мочь. Ой, ты, Господи, устал, скажи. Устал. Работать язычком. Давай, давай, давай. Что такое? Наелся? Ты молодец. Молодец. Дай Бог, чтобы все такие же были. Давай мне ложку побольше, что ты мне какую-то, эту самую, чайную ложку даешь. Давай мне столовую. Нет, поварешку. Я готов есть. Я хочу жить. Я хочу расти и есть. Все, я сейчас из вазюка в этом паштете. Ну ладно. Ты еще только первый еще ногу, дай попробую все-таки и шприца еще покормить. И шприца, тем же самым? Ну да. Чтобы быстрее было? Чтобы он наелся, что мы попробовали. То, что они едят, организм принимает, желание есть. Значит, можно вводить, да? Блин, ну как-то мне кажется, физически правильнее, когда они сами едят, но это долго. Очень рано. Рефлекс, слезание. А что вы, если мы поставим большие, ползать не вечно? Все изу делаются, там еще не дай бог захлебнуться. А это ж малыши. Ну так-то точно все есть. Нет, жует, не сосет. А, понимает, что это уже более жесткое. Что это не молочко. Да, более грустное. Ребята, у нас такое впервые за 15 лет кинологической практики. Да, Алянка. Вообще просто. Я же тебе говорю, надо иди тупо канал открывать. Смотри, что у нас. 15 лет, сколько, уже больше занимаемся собаками. И никогда такого не было. Уж чтобы такая ручная работа была. Да вообще ужас. Можно сказать, что это ты мама. Она вообще ничего не сделала. Поносила только и все. Ты кормишь, убираешь. Даже стимулируешь их, чтобы они писали и какали. А теперь еще и такое выкармливание тремя видами. Постепенно будем переходить на консервы. О, смотри, ложник. Видишь, шприц, я ничего не нажимаю. А, он сам вытягивает? Да. Все, там кусочек мяса попался. Пахнет-ка вкусно. Ну, роял-канин в этом деле. Они же молодцы. Пахнет, как человеческий вкусный паштет. Да-да-да. Давай, всю постилку мне. Сипачкаем. Еще хочешь? Может, для начала хватит? Малыш. А, малыш? У тебя вам пузико уже вроде шариком стало. Вроде не так уж и много съели. Ну, теперь главное, чтобы они этот корм приняли хорошо. И тогда должны, по идее, начать расти. Корм специально разработан для малышей. По идее, должны начать быстро расти, вес набирать. Я тем более пообщалась с людьми, кто также искусственников перевозил 2 недели на корм. Я уже ни во что не верю с этим помятом. Всего боюсь. Как я всего боюсь. Поэтому я вообще не верю, что все должно быть как обычно. Только надеюсь на это. Ну, все, в принципе, смотри, пузико кругленькое. То, следующий. Так же сначала проверяем, готов ли щенок это есть сам? Сначала даем ему самому попробовать поесть, чтобы они, если их не давать им это есть, как они начнут есть. Чтобы они учились, пробовали кофать сами. Кто не спит? Все спят? Какой красивый, какой красивый головой. Давай тебя. Здесь у меня вечно голодная. Смотри, что здесь. Вот здесь что такое, смотри. Пальчиком сначала дай, чтобы чпавки начало. О, да, 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 да. Ну, и что? Пальчик ты хочешь чавкать, а еду есть сама не хочешь? Вот смотри. Голубу не хочешь пускать вниз. Не понимает. Да, ну так просто. Давай. А вверх хочет. Надо сказать, если ты крышку поднимешь, то она... О, что такое, скажи. Тут что-то пахнет вкусно. Распробовал. Он пока не понимает. Не понимает, да. Тот щенок сразу урубился. Что-то надо ей куда-то. Ты и лапками все извозюкать надо, да? Я тебе специально лапки придерживаю, чтобы ты не пачкала даже лапки. А то мне вас целиком мыть придется. Ты совсем не как? Чего, Господи, возьму, зевай. Да, что-то я такого еще никогда не видел. Снимаю и офигеваю. Все? Будем в объявлении писать щенки ручной работы. Угу. Как про попугайчиков пишут. Выкормыши, да? Да, что такое у них? Есть выкормыши тоже? Выкормыши – это попугайчик, который с рождения кормит человек. А не мама-птичка. Все? На этом твое желание и стремление покушать закончилось. Тоже шприц сейчас, да? Ну, а как? Скажи, ничего не понимаешь. Вроде шприц. А что-то оттуда не то идет. Не то молоко. Угу. Тут мальчишка подсообразительнее был, чем девчонка. Тоже кусать пытается. Жевать. Не сосать сначала. Нет, не понимает. Ну, куда-то собралась. Ну? Ведь ягоза. Ну, мы с тобой всегда себе ягозов всех оставляем. Наши ягоза. Бропкина. Ламбада. Ну да, мы решили, что мы одну из девок назовем Ламбада. Ей лучше все подсообразим. Ну да, кстати, она уши ягозит. И танцует. Та, которая подсообразит, пусть сначала поправится. Потом мы ее назовем. Мальчишка, которого первого кормили, уже под ламбочкой спит. Да, кстати. Ну, у вас еще надо для жизни, для счастья. Едать, тепло. И спать. Еда, тепло и сон, да, действительно. Яна тоже нато этого хочет. Особенно, когда этого сильно не хватает. Только что-то я, они как-то этого особо не светят. Слушай, мне кажется, что наш канал вообще идеальное пособие для заводчиков. Особенно тех, кто опыта нет. Сколько всего люди могут узнать. Вот где еще посмотреть, как выкармливать щенков? Я не знаю. Мне кажется, что в интернете такого контента вообще нет. Так что, друзья, если смотрите, и вам это полезно, ставьте, пожалуйста, лайки. Делимся с вами всеми секретами работы заводчика. Что-то, мне кажется, я мало сделала паштета. Что, уже целая упаковка? Я еще только двух покормила, а у меня он уже половина ушла. Давай. Наелась и рот не раскрываешь больше? Нет? Сыкненько должно быть. Друзья, ставим лайки, чтобы YouTube лучше рекомендовал наше видео. Когда много лайков, YouTube думает, что видео очень интересное и рекомендует новым зрителям. Кто такой? Что, заяц? Я думаю, для начала хватит. Сколько мы три шприца съели. Для начала хватит. Он за пузико-кролинка. Опа. Ну что, бедолага, давай я тебя попробую покормить. Ммм. Бедолага. Такая девочка, которая, помните, совсем при смерти была. Вот тебе и пожалуйста. Сразу же. Ух ты, хахай ты. Палец, палец, палец так. Тоже с пальца больше нравится. Угу. С пальца вкуснее. Привычный с пальца. Они привыкли, что что-то им входит в рот и оно дает еду. А тут надо куда-то нагибаться. Это все сложно. Да убери что-то лапки-то свои, да елки-палки. Вот, на. Удохнула. Удохнула. Молодец. Паштин вдохнул. Носом, что ли? Угу. Это как щенки, когда первый раз учатся пить. Они тоже подбегают к миске носом. Так я тебе лучше сразу буду так. Что-то мне не нравится. Ты уже отдыхать пытаешься? Ну, отдыхай мне. Давай. Давай, давай, давай. Все, 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 все. Видишь? Твоя любимая соска. Дай я тебе нос вытру. Давай потихонечку, по чуть-чуть. Палец, какая же ты многострадальная девочка. Сколько раз мы уже ее... Думали, что уже все. Да. А, ну, как жить хочешь. Ну, да, сражаются, сражаются. Кто там нас кушать требует? Посмотрим, кто-то пищит. А это тот, который ты только что кормил. Откуда ты так спешишь-то? Ну, куда ты опять так торопишься, торопушка? Ну, хорошо, что торопится. Хочет быть быстрее и сильной. Все, кончилось. Молодец, много съела. Скажи, другое дело, чем ваши химические, непонятные, из чего созданные смеси. А ты прям няфа. Няфа, давай поправляйся и расти быстрее. Все, пузико уже большое, пробленько. Где еще один маленький? Иди сюда. Еда пришла. Еда пришла, да? Еда. Еда? Смотри. Какая вкусная новая еда. Давай. Тяф, тяф, тяф. Тяф, тяф, тяф. Скажи, что я такой, скажи, я не понял. Такой сначала. Ой, у него глаза как будто лучше видно. Ну-ка. А этот не хочет? Нет. Этот не согласен. Кажется, молочко больше нравится. Вот-вот-вот, смотри. Не, хотя нормально, скажи, новый продукт. Завезли новый продукт. Нашу столовку. Давай, давай, еще сисочку. Ты что, уцепился? В металлическую это, что ли? Да. Короче, давай, может, прийти уже. И все. Ну, он старается, лезет, в отличие от предыдущих. Все, уже не хочет. Конечно, не хочет. Да, придется еще одну порцию делать. Быстренько. Ну, тут умякали. Я думаю, эту упаковочку вот так к нам за недельку-то и уберем. Да ко мне и сказали, бери две пачки, потому что одной на неделю. Не хватит. Ну, я сразу такой у тебя спросил, Яна, нафига так много на две тысячи практически. У меня спросили, сколько щенков, я говорю, шесть. Она такая, значит, две пачки, наверное. Ну, да, я уже понял, что это. Наверное, еще будем заказывать на следующую неделю. Ну, да, скорее всего, две, недели-три, наверное, будем этим пытаться. Пытаться этим, а потом перейдем на сухую корню. Это очень хорошо, что у нас есть доставка, бридерская программа, район Канин здесь в Крыму. Без них, думаю, мы, наверное, тут вообще тяжко было бы. Тут еще специальные цены для заводчиков, да? Тоже глазки видно уже. Только что открыли глазки, ребят. Да, они буквально вчера их открыли. Ну, да, я все ходил, спрашивал, а вот уже появились глазки. Ну, нет, пацан, прям такой аппетит у него, как у болотаря. Еще тысячи тысячи потеряла. Где, 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 скажи, моя соска? Живчик, реально какой-то живчик. Так отдохни, ты бы он уже перестарался. Мне кажется, он готов безлимитно. Красавец. Кто из вас самый голодный? Ты, по-моему, вечный голодный. О, колбаса такая громадная. Посмотрите, ребята, щенок в два раза, может быть, даже в три, больше некоторых. Чего, страшно? Давай, на пальчик. Что-то новенькое, скажи. Ну, конечно, ну, тут все понятно, даже нет сомнений. Не зря он такой большой, потому что он всегда знает, где была еда, наверное. Ему всегда доставалось, он всегда всех распихивал, я помню, за ним следил. Все такие кушают, он приходит и просто всех отодвигает. Поэтому и тут он свое не упустит. Сейчас эта крышечка будет вся съедена. И помогать ему не надо. Да, я? Да нет, скорее всего надо. Ну, смотри, он тоже руки убрали. Ну, у него уже вся шея в этом, в паштете. Молодец. Супер сильный. Ну. Дышать им не надо, паштетом. Он весь извозюкался. Ну да, ну, сильный. Все преграды ему нипочем. Еще один, короче, грызет край. Что-то черное. Давай сюда, у тебя вся шея. Ты самый поросенок. Да, ты самый поросенок оказался у нас. Дай я тебя выдру. Что, последний? Все. Пошли всех покормили. Осталось только самый. Ой, люблю этого парня, обожаю. У него голова вообще просто. А какая плюмпочка на носу. На носу плюмпочка, я знаю, что он кладет. О, палец есть. Вот, ребята, это мой любимчик. Если мальчика мы будем оставлять, то я бы хотел, чтобы этого парня. Такой красивой плюмпочкой на носу. Очень красивой плюмпочкой. И сестричка у меня такого же окраса есть, и ее остаем. Смотри, что у меня тут есть. Ой, молодец какой. Это масочка, да, у него, Ян? Он собольный. Скорее всего, это соболинная масочка. Не как отдельная масочка идет, а соболинная. Она сойдет с возрастом, скорее всего. А он таким темненьким и останется вообще, в принципе, реально? Надеюсь, да. Или помнишь, у нас был щенок Булли? У нас Булли был, был темненький, остался светло-рыжий. Остался светленький. Поэтому я не знаю, как у бульдогов это сокрасить. Вот тебе не нравится, что я тебя держу. Я тебя держу, чтобы ты весь неупоросетничался. Лена, а есть какая-то вероятность, что он зато там этого мальчика оставит? Ну, этот мальчик должен быть вообще самым шикарным, чтобы его оставили. Ну, ты вообще ягозел, да? Ну, весь уделался, молодец. А есть-то кто будет? Морда. Скажи, я ем. Да он не ест, он ищет. Что, пососать? Тоже край крышки сейчас найдет и сцепится. Да, вот уже нашел. Короче, понятно. Тоже шприц. Ты посмотри на эту морду. В рот ничего не попало. Это из серии, да? По усам текло, а в рот не попало. Дай вытру все. Не сидел все. Ой, какой живчик. Очень живчик. И ягозел еще тут. Смотри, как двигается. Вон, прополз уже несколько метров, сантиметров. Вообще класс. Точно наш парень. Смотри, что у меня есть. Что у меня есть? А? Вкусненько? Вон, скажи, не понимаю. Что скажи за вкус такой странный? Молоко со вкусом мяса. Да вот же. Забыл? Не пытается сосать, пытается пожевать. Слизывать не захотелось с крышечки. Тут шприц жует, хотя прекрасно знаю, что из него сосать надо. Ну ничего, сейчас глазки откроют. Может он не голодный? Мозг заработает, бушим ставить еду. Начнется конкуренция, будут есть. Ну так это когда еще будет? Через неделю. Что-то ты у меня не голодный, что ли, я не пойму. Да, он отлично себя чувствует. Все ему хорошо. Ну-ка. Тебе так хорошо кушали, а ты что-то... Да, ерунду я какой-то занимаешься. Ну и ладно. Не хочешь, как хочешь сказать. Давай. Вот, открывай. Да вот, вот, да, вот еда. А что ты психуешь? А? Что ты так нервничаешь? Ну ты какой псих-то, а? Так и не вырубаешься, что это высасывать надо? Может он не голодный, что ли? Не пойму. Ну-ка. Ну давай. Делай, смотри, уже все из васюкали. Высота получше есть, да? Ну, не даю крутиться, вертеться. Там ты ему держишь, да, вижу, да, ты фиксировала. Заставляю есть, конечно, надо же поесть, что потом еще 3 часа ждать до следующей еды. Все время какой-то ползет. Куда ты опять пополз? Скажи мне, пожалуйста. Давай. Давай, давай, давай. Кажется, он единственный, кто не очень доволен паштета. По-моему, ему не нравится. Он ожидал молочко получить, а тут все с более таким аппетитом ели, чем он. А ну, я, кстати, заставлять не буду все последний. Раз тебе не нравится. А молочка нету, молочка в этом кормлении не будет. Молочка будет в следующем кормлении. А, ты чередовать будешь? Два раза в день паштет, утром и вечером. Ну, как бы днем и вечером. Остальные каждые 2 часа молочку. Ну, да. Все, на сегодня кормление закончилось, на сейчас. Ну, вот такие мы молодцы. Все ребята, главное, наши молодцы. Все поели, в принципе, с удовольствием. Кроме слишком привиледливого последнего. Ну, все, ребята, спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк. Мы старались. Хотя, что значит мы старались? Мы просто делали свое дело. Поэтому ставьте все равно лайк. Поддерживайте наш канал. Расскажем позже, что будет дальше.